всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал я вас приветствую сегодня в новом видео с такими шикарными видами хотела еще раз напомнить всем нам красоты нашей земли нашей планеты человек очень часто забывает что он человек разрушает природу экологию атмосферу уничтожает людей человек который не может владеть и управлять самим собой хочет владеть и управлять землей и все что на ней находится человек глубоко заблуждается думая о том что земля ему принадлежит и начинает ее делить это тоже самое что бактерии поделили бы между собой человека как свою собственность смешно не правда ли земля не может быть ничьей собственностью землю нам дал бог для жизни для того чтобы строить выращивать рожать жить и радоваться но мы к сожалению забываем об этом цене и человеческой жизни ничего не может быть на этой земле и и Я начинаю готовить обед И сегодня на обед я готовлю два блюда Нам и Янису Янису я буду готовить круглый рис с овощами и с луком порей Вот я здесь уже приготовила овощи Теперь быстренько отправлю их тушиться Потому что Янис уже на подходе, я не успеваю Надо уже ускоряться А здесь в кастрюле у меня свинина на кости В принципе мяса тут немного Но я и не хочу мяса, я хочу получить бульон на кости Потому что он получается всегда очень вкусным и полезным Ну и супчик будет такой наваристый, немного густоватый Потому что будет много овощей И я еще сюда добавлю чечевицу И поэтому я думаю, что даже этот суп называют гороховым супом Вот так, девочки, такие планы Так что поехали готовить Так, девочки, я вам не сказала, какие овощи я тут использовала У меня здесь картофель, лук, чеснок, морковь, болгарский перец И сюда же отправлю лук-порей Лук-порей у меня замороженный, всегда так делаю Потому что он очень быстро портится, если его не использовать Вот, а так я его использую все до конца И так, ребята, овощи у меня варятся уже приблизительно 10 минут Вот, я сейчас к ним отправлю рис Ну, рис я предварительно промыла Ну, соотношение 1 к 2 У меня тут стакан риса Значит, залью 2 стакана воды Сюда же отправлю зелень Зелень берите в бурру, которая вам нравится Здесь у меня микс Кинза, укроп и петрушка, все вместе Сюда же добавлю соль, перец, специи Все хорошо перемешаю И уже оставлю доходить Когда рис полностью сварится, уже обед будет готов Тут я уже подготовила овощи Почистила, промыла Бульон кипит у меня уже где-то полчасика Сейчас все нарежу меленько, мелким кубиком И чечевица Все отправлю к бульону вариться Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, один обед уже готов Вот так он выглядит Ребята, я такое не ем Но, я вам скажу, пахнет очень вкусно Так, ребята, обед уже сварился И мясо так хорошо разварилось Уже отходит от кости И все овощи так хорошо все разварилось Сейчас сюда добавляю томатный сок Посолю, поперчу И добавлю зелень Ну все, ребята, с обедом покончено Супчик тоже у меня сварился Посмотрите, и мясо разварилось прекрасно И овощи, и чечевица разварилось В общем, супчик получился очень ароматным, пряным Всем приятного аппетита Мы тут недавно ходили в торговый центр с Янисом Он хотел себе купить весенние кроссовки Ну и я зашла в магазин Mango Тут у нас магазин Mango такой сток То есть вещи, которые не продаются в центральных магазинах Ну, в тех магазинах, которые находятся в центре города Эту коллекцию, которая не продалась Она там повисела 2-3 месяца И привозят потом ее к нам сюда И цены всегда очень заниженные Очень приятные Поэтому купила себе на весну несколько вещей Буквально там 3-4 одежки Ну, потому что все равно весна уже скоро тепло И хочется нескольких обновок Вот эти две рубашки Черные брюки и тельняшку я взяла в Mango Вот эту белую безрукавку и спортивные брючки я уже брала здесь у нас в магазине Тут рядышком Я думаю, лучше одеть одежду и показать ее на себе Ну вот, девочки, одела первый образ такой Одела эту блузку, тельняшку с брючками Вообще, такие блузы очень в моде уже, наверное, 2-3 года И сколько раз я их одевала на себе, мне не нравилось Потому что у всех у них были вот эти плечики Которые придавали мне тут в плечах объем И мне это абсолютно не нравилось А вот у этой блузы плечиков нет Поэтому она села идеально Это хлопок, очень мягкая ткань Вообще, люблю такую одежду, которую можно комбинировать легко Вот эту блузу можно одевать и с классическими брючками свободно И со спортивными Ну и внизу одела черные брючки У них здесь вот такая красивая деталь Поясок такой И виточки всегда тоже придают особую красоту Ткань очень плотная Она абсолютно не тоненькая И штанины, посмотрите, длина идеальная Это вообще очень редкий случай, когда мне ничего не надо укорачивать Села просто все идеально Ну и эти лоферы тоже манку, им уже 3 года И следующее, это белая рубашка Вот, девочки, вроде простая белая рубашка, да Но есть в ней какая-то изюминка Я там попробовала много белых рубашек Но остановилась на этой Потому что мне тут понравилось все И стоячий воротник И вот эти оборки придают дополнительную красоту И рукава мне очень понравились Я бы даже назвала эту рубашку винтажной рубашкой И мне очень нравятся винтажные вещи Особенно рубашки И еще, что мне очень понравился Вот этот принт в горошек Он вышитый ниточками В общем, белая рубашка Это классика Это то, что всегда должно быть Это актуально весь год На любой случай Мне понравилось И розовая рубашка Она такая простая Без лишних деталей Но в то же время очень стильная Это тоже хлопок Очень приятная ткань Очень приятно к телу Ее ощущать Ничего не просвечивает Точно так же, как и в предыдущей рубашке Тоже мне тут все очень нравится Сзади она удлиненная Ну, эта рубашка длиннее предыдущей Ну, с джинсами будет круто тоже выглядеть С такими джинсами С голубыми и с облегающими Да, с джинсами скини Но даже с белыми спортивными брючками Смотрите, как все воздушно Гармонично смотрится все между собой Брючки на очень высокой посадке Они не теплые Нету там никакого начеса Весенние белые спортивные брючки Внизу они на резинке Ну, не знаю Мне очень понравилось такое сочетание И фактур, и стилей, и цветов Ну, если мне вдруг станет холодно Я надену на себя эту вязаную жилетку И она меня согреет Конечно же, она не мега теплая Она не шерстяная Но в такой прохладный весенний вечер Она меня согреет Вот и все, девочки Вот несколько моих обновок В принципе, много выходной одежды мне не нужно Мне больше нужна домашняя удобная одежда Я больше радуюсь ей, чем выходной И знаете, я, наверное, как многие другие У меня такая привычка Я прилипаю к 3-4 комплектам И моя рука все время тянется к ним А все остальные 20 комплектов Висят без дела И действительно очень жалко Поэтому я не покупаю много выходной одежды Лучше иметь немного одежды Ну, ту, которую мы носим Только что принес курьер эту посылку Мы все-таки заказали подарок Давиду Потому что на днях Янис подходит ко мне такой и говорит Мама, ну как же так? Ты стержню своего дома ничего не купила на день рождения Так хорошо меня рассмешил Я говорю, ну вы же двое взрослых мужика Сидите, я весь день в делах Ничего не успеваю Закажите что-нибудь ему, подберите сами И вот они и подобрали ему подарок Здесь небольшая сумка от Томми Хилфингер Давид любит носить такие сумки через плечо Есть у него одна Адита, с которой он сейчас носит Но она уже такая старенькая, застиранная А это кожаная Красивая Мне нравится Здесь впереди кармашек на молнии И одно большое отделение Ну и внутри есть тоже карман на молнии В сумочке обычно он держит кошелек Свои права, документы Красивая, лаконичная сумка Я думаю, ему понравится Итак, девочки, я буду гладить И я знаю, что вам нравится смотреть, когда я глажу Ну и походу отвечу на несколько ваших вопросов Постараюсь ответить коротко и внятно И первый вопрос был такой Сколько мы платим за коммунальные услуги? Коммунальные услуги в Греции выглядят немного иначе Во-первых, все расходы в Греции оплачиваются по счетчику Сколько потратил, столько и заплатил Но есть обязательные платежи Даже если вы не используете ничего Сумма составляет от 11 до 13 евро Начну с отопления У нас индивидуальное газовое отопление Счет получаем каждые два месяца И скажу про зимние месяцы Потому что это именно такой горячий сезон И самый дорогой У нас получается сумма за два месяца От 280 до 300 евро Ну а в летние месяцы мы платим намного дешевле Потому что, в принципе, летом я газ использую только для готовки И для горячей воды Что касается электричества Счет за электричество мы также получаем каждые два месяца Там также присутствует обязательный ежемесячный платеж И плюс муниципальный налог Который всегда приходит с электричеством В муниципальный налог входит вызов мусора Дороги, освещение улиц, канализация и так далее Приблизительно два месяца тому назад Цены на электричество у нас очень подскочили Если до сих пор мы платили от 100 до 120 евро То сейчас последний счет, который мы получили Заплатили 180 евро за два месяца Это очень дорого За воду получается мы платим меньше всего Счет за воду мы получаем каждые 4 месяца И сумма составляет плюс-минус 90-100 евро У нас в квартире очень большая веранда Поэтому у нас большой расход воды, когда моем ее И еще у нас идет отдельный платеж за коммунальные услуги В подъезде это вода, электричество, лифт и услуги клининговой компании Сумма у всех получается разная От 25 до 45 евро Это зависит от размера корпуса И от количества квартир, которые в нем находятся Второй вопрос был насчет пенсии в Греции Какую пенсию получают наши пенсионеры И хватает ли ее на жизнь На этот вопрос я, наверное, отвечу немного поверхностно Потому что моя мама не получает пенсию в Греции Она пенсию получает из Грузии И в принципе нет у меня знакомых пенсионеров Но знаю, наши греки не получают полноценную пенсию Потому что у них нет достаточного стажа Ну а местные греки, которые работали очень много лет И наработали довольно-таки большой стаж У них пенсии от 700 до 1300 евро получается Еще размер средней пенсии зависит от вида занятости Например, сотрудники государственного сектора Получают больше, чем простые работники И даже между простыми работниками пенсия отличается Она будет намного выше у работника, который выполнял вредную работу Женщины у нас выходят на пенсию в возрасте 60 лет А мужчины в возрасте 65 лет И знаете, 15 лет тому назад Люди здесь все выходили на пенсию в 57-летнем возрасте И средний оклад составлял 2000 евро Ну, в общем, Греция была настоящим раем для людей пенсионного возраста Но власти подняли планку возраста И тем самым сэкономили миллионы евро Ну и хватает ли пенсии пенсионерам? Вы уже сами можете догадаться Сравнив пенсии на сегодняшний день И расходы, которые я изложила выше И следующий вопрос был такой Если вдруг мы болеем, как мы лечимся? Бесплатно по страховке или частно? У нас есть медицинская страховка Так как Давид официально работает И он официально оформлен Каждый работодатель, который принимает к себе на работу человека Он обязан сделать ему медицинскую страховку У нас социальное страхование Которое называется ИКО Оно покрывает и Давида, и всю его семью Эта страховка нам обеспечивает бесплатную госпитализацию В государственной больнице А также бесплатный прием к врачу В государственной поликлинике И медикаменты, которые мы покупаем в аптеке На медикаменты первой необходимости На них также скидка 70% Я часто попадала в больницу с детьми Пока они были маленькие И пару операций им делали Ну, таких плановых, несерьезных И все медицинские услуги были бесплатными Ну, а если нам нужно вызвать врача на дом То мы его, естественно, вызываем И он приходит Оплата за визит врача Она разная Мы платили и 30, и 40, и 50 евро Каждый как бы оценивает свои услуги по-разному Ну, и, конечно, бесплатное лечение Не может сравниться с платным В платных клиниках даже отношения Медперсонала совсем другое Они к тебе относятся с большим вниманием С большей заботой Так сказать, с душой Потому что у них и зарплата совсем другая Я надеюсь, что смогла ответить на ваши вопросы Если будут еще вопросы То пишите мне обязательно Я вот так во влогах буду на них отвечать А мой влог подошел к концу Спасибо, что досмотрели его до конца Берегите себя, свою семью Увидимся уже совсем скоро Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok